А тут давай Перші капчики залишились, коштують 25 гривень ціною Не знаю, коли встрілялися в магазин, напевно вже до мене Я зробив вам фото, як називатися Здравствуйте! Есть кто дома? Здравствуйте! 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 Вы же зрелища, може там прощатися? Ну и о чём? О том, что у вас тут, как вы тут живёте, страшно лише? Ну, как мы живём? Видно же вас, как мы живём. При новом мы живём. Живём и ждём, когда нас или убьют, или помилуют, не знаю. А там, ну тут я слышу, постоянно стреляют. Каждый день. И попадают по дому, я так понимаю. Ну вот, два дня назад по дому разбили. Ваш? Нет. Мой уже разбили давно. А ваш какой? Первый. Первый? Угу. А когда его разбили? Это ещё когда начиналось. В июле. Ну, если же остались... А куда деваться? Куда деваться? Куда ехать? В гости туда? В Киев? К Порошенко? Или к кому? Или в Россию, к Путину? Куда ехать-то? Нам ехать некуда. Мы сидим здесь. Нас нигде не принимают, нигде нас не ждут. Сидим здесь. У вас света нету, я слышала даже, да? Ну, своими силами кое-как лепим. И ещё и с проводочек, и с кусочек. А что солдаты здесь, которые стоят? Как вы с ними, а не сами? Ну, ребята нормальные. Тьфу-тьфу-тьфу. Ребята нормальные. А есть? Бывает. В семье не без урода. А где вы сейчас живёте? Ну, ребёнок ещё как-то сильно не понимает. Когда начинают бахать, она вот кричит, что бух-бух, и в машину, и выезжает. Это её игрушка? Да. Пистолетик? Да. Водный пистолетик. Достала сегодня, вытащила из своих, только проводила. Я говорю, езжайте, пока ещё не стреляют. Говорю, не надо. Сейчас у нас тихо-тихо, а потом может быть очень шумно. Скажите, ну вообще же перемирье, как бы, вы уже, наверное, слышали об этом. Мы каждый день, мы уже слышим, мы уже не знаем. Мы уже то верим, то уже никому не верим. Такое вот бывает у нас. Они уже сами напуганные, эти собаки наши. Света нет, воды нет. Ну и всё остальное. А кто-то что-то делает или как? В смысле? Ну то есть чем-то занимается или куда-то, или уже нет? У нас нет работы тут вообще никакой. Мы же вообще здесь все работали в Донецке. Ага, а теперь никто никуда не ездит. А теперь в Донецк, во-первых, не выпускают нас. Вообще не выпускают? Ну дорога-то закрыта. Вот, всё. В Донецк мы вообще не хуже уже с июня месяца. Как начали вот нас бомбить и всё, и нам закрыли дорогу. И даже и пенсии не платят? Ничего, ни зарплат, ни пенсии, нету ничего у людей. И как живут? Ну и на огородах же. Кто картошку повыкапывал? Ну своё с огорода. Ребята, слава Богу, тьфу-фу-фу, дай Бог им здоровья, помогают. Вот пенсионерам, бабушкам. Они носат свою макароны, тушенку, помогают. Я говорю, есть человечные люди, есть. А другие, я говорю, есть такие, что наоборот приедут ещё и... Заберут что-то? Нет, они у нас не забирают. Нет, ну просто знаете, когда, как говорится, как напьются, и начинают ходить, орать. Так что... Одни ходят успокаивают, другие наоборот пугают. Вы знаете, сейчас даже в доме опасно. Раньше как-то бежали в комнату и прятались. Вот у меня подруги в комнате спряталась, а ей прямо вот в дом попали два снаряда. Это чудом, что они из прихожки нырнули в ванную. И в ванной вот они остались живы. А если бы они вот так в прихожке сидели, их бы там обоих уже с сыном уже к нам похоронили. А были погибшие здесь? Нет, у нас только умирают от старости. От старости, от стрессов. Ну, в основном от стрессов. Вот, не выдерживает психика у людей. Они уже... Сердце. Сердце, да. Сердце и молодые умирают, и с ума уже сходят. От этих баханий каждый день. Оно еще когда в полях вот там вот где-то ложится, оно как-то... А когда по домам начинают, уже люди все, их психика не выдерживает. Даже мужики уже смотрю, мужики уже все, уже ходят по дороге, и орут как сумасшедшие. Знаете, у нас такое уже мнение, что наши все олигархи что-то делят, а мы страдаем. Ну, все, у нас... Я говорю, было бы, что у нас были... Мы тут богатые, зажиточные. А живем же, на одну пенсию, да на зарплату. Ну, вот, в основном поуезжали, у кого дома все разбитые. Спалили. Ну, на том краю люди еще как-то подъезжают, возвращаются. Потом начинают стрелять, опять убегают. То в Красноармейск, то в Украинск. Ну, туда подальше. Вот так. Страшно. Ой, стреляют каждый день. Каждый день. Вот сегодня стреляли. Да, с утра? Да, ночью стреляли. Не поймем. К минометам, да? Бывает станка. Бывает град. Тут не предугадаешь. Вот сейчас жена, может, через пять минут там бахнет, а сюда прилетит, разорвется. Ну, вон люди, вот Красный Забор. Я говорю, всю жизнь дом строили, строили. И дом сгорел, и хозяин сразу не выдержал. Наверное, через месяц сердце встало, умер, похоронили. Ужас. Очень страшно. Натворили чудес. И что дальше будет? И когда будет мир? Кто мне скажет? Кто ответит? «Он – то, что готов где-то» «Титает упалость».